Продолжается программа Здравствуйте, Андрей Чудесно все здесь Давайте чуть-чуть теория перед практикой Для диабетиков блины с начинкой Могут ли быть безопасным продуктом положены? Ну, если, конечно, отсутствует пшеничная мука То есть блины же можно сделать и на гречневой муке И на овсяной То, в принципе, вполне На гречневой можно? Конечно, гречневые блины Вчера как раз был вопрос по поводу гречневых блинов И недавно был даже эксперимент Поставлен одним из моих родственников По поводу гречневой муки и блинов И не очень-то вышло Какой секрет? Ну, все равно надо чуть-чуть добавить все-таки пшеничный Для связи, иначе они просто развалятся Ну вот, понимаете, ну вот А овсяные блины? Овсяные блины, да, обычно овсяная мука, скажем так То есть овес мелится там в кофемолке Либо в ступке толчется И замешивает Ну, пшеничную уже муку Пшеничную уже можно не добавлять Хорошо, а полностью безопасную начинку для диабетиков Можем сделать, например? Ну, я думаю, это либо ягоды, не особо сладкие Либо грибы, капуста, курица Опять же, это и диетический продукт И гликемический индекс Давайте начнем Давайте Подождите, а творог? Почему он тоже? Творог, творог, да, творог тоже Но творог, опять же, если добавить в него немножко сахара Либо меда Ну, немножко уже для диабетиков будет не то Ну, есть же сахарозаменители различного формата Ну, это не так вкусно, как с медом И по поводу сахарозаменителей тоже вопрос В одной из программ мы говорили, что искусственные сахарозаменители опасны Ну да, натуральные, конечно, надо стараться покупать натуральные Хорошо, давайте начнем с чего? Вот как вы считаете? С чего? Самое первое, можно легкое показать? Легкое? Ну, давайте сделаем блины с капустой Ага, как вы, ваш рецепт блинов? Какой? Ну, смотрите, берем капусту, мелко режем, обжарим Нет, блинов, блинов А, блины? Тесто? Тесто? Они же у вас разные Ну, смотрите, есть дрожжевые, есть бездрожжевые Дрожжевые чем отличаются выгодно? Если вот стопочкой, например, складываешь, да, они в такую дырочку Сверху кусочек масла, который бы растапливался на горячем блине И прям пропитывал всю стопку А бездрожжевые блины, они как раз подходят для фаршировки Что мы, в принципе, сейчас и сделаем Так Хорошо Ну, давайте что-нибудь сделаем Знаете, я тоже Что-нибудь необычное Вот, например, надели перчатки Вот уже у меня получилось Обычно я к концу нашей программы успеваю Давайте с самого необычного начнем Потому что творожные блины, они часто представлены и в кафе, и в ресторанах, и дома их готовят А самое необычное что у нас здесь есть? А самое необычное... капуста Капуста, грибы, курица Можно сделать, опять же, блины с ягодами То есть клубника Вот сейчас очень актуальна все-таки весна, витаминоз, это брусника Давайте с нее и начнем Это размороженная брусника у вас Да, конечно, конечно, замороженная Ну, знаете, да, когда замораживаешь, там больше витамина С Один раз, да Главное правильно заморозить Один раз разморозили, больше не замораживаем А если варим компот, то не надо доводить до кипения Конечно Ну, компот, в принципе, лучше вообще просто растирать с сахаром и заливать водой Хорошо Совсем не обязательно А так, давайте, что делать? Руководите нами, мы поможем Смотрите, берем немного ягоды Жаклин, у нас профессионально делает это Ягоды берет Ну, немножко побольше Немножко побольше Скромничаю, скромничаю Ну что ты, Жаклин, ну, давай Так, но ягоды у вас сейчас холодные Они будут выделять больше влагу Ну, они И что же с блинами произойдет? Из холодильника, нет С ними абсолютно ничего не произойдет Конечно, немного сахара Я должна придираться Так, немного сахара Либо мы можем сахарозаменитель Да, либо сахарозаменитель Натуральный, но аккуратненько Так И главное теперь Скручивание процесса Плотненько завернуть Да, я предлагаю просто сделать эдакий конвертик 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 Такой вот конвертик Получается, после этого мы Блин обжариваем И можно немножко Довести в духовом шкафу Еще раз обжариваем? Еще раз обжариваем, да Ага, вот И ягоды как раз Я придиралась не зря Ягоды, да Ягоды дадут свой сок Ну и, конечно же, подаем со сметаной Отлично Отлично, Жаклин Подайте со сметаной А давайте, пока Жаклин делает штришки Что еще? Какой-нибудь блинчик завернем Слушайте, ну, смотрите Давайте сделаем тогда Давай поменяемся местами Делай, теперь ты готовь Блинчик Ну, я мужчина Давайте мы мужской сделаем Да Ну, тогда блинчик с курицей О, о, курица Тут главное фарша не жалеть Это правильно Я, знаете, люблю вот, когда блины с курицей, курица с блинами Знаете, вот такое Так, хорошо Курица, это что? Она просто здесь тертая Молотая какая? Курица, ну, это куриный фарш Это мы вначале Обжарили Курицу, да Добавляем лук жареный Потом пропускаем через мясорубку Либо какой-то домашний комбайн Ага Значит, можно вареное яичко дальше добавить будет Можно, да Но вареное яичко, в принципе, да Оно тоже не повредит Но как-то курица, яйца все вместе Все в один котел Понимаю, понимаю, да Так, и что дальше? Ну, и можно завернуть вот их, например, такой вот трубочкой Ага И есть удобно И, опять же, надо все обжарить потом Отлично И есть удобно На кого отрезал Опять же обжарить, да? Опять же обжарить, конечно Что важно, хорошо Ну и со сметаной подаем Со сметаной, да И, кстати, я так понимаю, что и для диабетиков это вполне себе То есть это может быть Ну, да, да Что еще? Давайте альтернативу Чем больше успеем рецептов дать, тем лучше Я пока подержу в руках Ну, смотрите, вот мой любимый Это с грибами Так Тут грибы, лук, яйцо А какие грибы? Грибы у меня здесь шампиньоны и белые Что с ними делать? Давайте вот рецептуру начинки, это важно Ну, смотрите, белые сушеные грибы Мы уже все Замачиваем, отвариваем, мелко режем Обжариваем шампиньоны Тоже уже предварительно мелко нарезанный Мелко нарезанный лук И добавляем уже сваренное вкрутую яйцо Тоже резанное мелким кубиком Отлично, хорошо, и получается начинка Это Жаклин что-то тут натворил Да, давайте вы заверните пока Ну, смотрите, давайте мы вот такую форму придадим Треугольничек Треугольничек, отлично Вообще отлично У меня, давайте я сейчас даже на одну тарелку попробую сделать Сейчас пока Жаклин, ты покажешь нам, что у тебя получилось? Я попыталась подобие сердечка сделать, вот мне кажется Ну, наверное, издалека, может быть Давай, давай покажем, покажем Как мы оценили Лучше красиво, лучше красиво Смотрите, издалека Как, еще пока один заверните Корявенька, но с любовью Это самое главное Корявенька, но с любовью Боже мой, да? Ну, вот если, вроде ничего Ну, как пахнет, не могу Кто сейчас ест, приятного аппетита Мы тоже скоро, надеюсь, это будем делать Это что за блин? Это блин с капустой Очень необычная начинка Расскажите начинка Мы мелко режем капусту Обжариваем ее на растительном и сливочном масле Добавляем лук Все это опять обжариваем Притушиваем Добавляем, опять же, сваренное вкрутую мелко резанное яйцо Соль, перец Мы сегодня говорили о масле И о вреде подсолнечного масла Что на нем жарить нельзя Вы какое масло используете? Ну, я использую в своей практике и, в принципе, растительное, и топленое сливочное Ага Но топленое сливочное не будешь использовать в чистом виде Потому что оно горит Все-таки надо его немножко разбавлять растительным А что, знаете, вот о таком, что как раньше жарили блины Брали кусочек сала На вилку смазывали сковородку Ну, тоже имеет место быть Но на сале, если, например, жарить какие-то наши фарши Ну, будет очень жирно Прямо, очень жирно А если мы готовим вот такие тонкие блинчики, биржевые То, да, вполне можно и просто помазать салон на вилке Да, тут много масла не надо Прекрасно Так, и это у нас тоже давайте как-нибудь свернем Давайте Этаким способом Получается и все по-разному, и как-то все вкусно смотрится Мама моя родная Я не еле тут держусь Такой вот Маленький прямоугольничек Отлично Квадратик, но начинки много А украшать? Не получилось Нужно или не стоит? Смотрите, самое лучшее, что к блинам придумано Это все-таки массовая сметана Ничего не изобретаем в велосипеде Ничего Ну, к творогу, конечно, можно дать какой-то джем варенье А как вы оцениваете блины с бананом, с шоколадом сейчас ныне модные? Ну, и немножко сливок сверху Все-таки Только так Блин маслом не испортит А если мы вот творог возьмем, начинку творожную Давайте попробуем еще финальную Покажите, с чем ее можно сочетать Ну, смотрите, творог у меня натуральный, это просто творог, да? То есть если мы хотим как-то более диетические, более полезные блины То я бы взял немного творога Так Просто обычного творога Не обезжиренного, кстати Однажды наш доктор говорил, что не стоит покупать обезжиренный, лучше покупать обычный творог Он более полезен для здоровья Да, я тоже слышал Буквально щепотку сахара Или сахарозаменителя Или сахарозаменителя, да И просто, да? Просто закручиваем, да Опять же, обжариваем И уже после того, как мы обжарили, поливаем немножко медом Оооо, вот это интересно Ты же не любишь мед А, смотрится здорово Я это не очень люблю Я люблю клубничку Клубничку Вот так Нужно добавить Добавил штришок Вот смотрите, все на самом деле гениальное Просто обратите внимание Вот так вот получилось у нас сделать блины И для всех подходящие И для людей, не страдающих диабетом И для людей, которые страдают диабетом Спасибо большое Давайте поблагодарим Андрея Власова Шеф-повар ресторана «Русской кухни» Ну, а мы с вами, друзья Прощаемся совсем ненадолго Скоро увидимся вновь Мы это, Жаклин Олег Артем Медведев Увидимся И дадим еще больше полезных советов В программе «Доходное место» Пока-пока